ответственность дальше активность менеджера то есть каждого менеджера мы проговариваем его функционал что он умеет что он должен начать проводить по нему что говорить то что он должен делать он должен начать делать через сделание у него начнется получаться даже если не сразу но все не надо дышать в виде него дайте возможность ему пройти свои шаги дайте возможность научиться ну да проще ребенок там берет ямпу вчера в кабинете куда туда мы пошли дети кабинет у меня ну да можно побежать да и сказать идите я сама без вас все сделаю а можно показать вот это вот это убери вот это сделать понимаете то есть проще делать самому но она не эффективна то есть ты не научишь ничего а днём если вы за ней будете бегать на беседование проводить презентации проводить слайд и на них проводить простите вы в детском саду детей набрали детском саду сейчас у нас тема в истории вообще педагог не касается он смотрит и говорит да у тебя получится делай не получается писала вчера поля буквы письменные надо поля писать маме хочешь написать хочу маме написать а как писать буквы смотрит она говорит ну вспоминает ну сходи посмотри она сходила маме написать надо маме ну сходи потом нам может знать что она это делала на счету много раз делает а если вы сказали так подожди вот это вот это вот это да я вообще до тебя завершу маме письмо чему бы ребенок научился да то есть в детском саду а мы взрослые люди со взрослыми работаем поэтому активность функционал менеджера прорабатываете то есть сейчас составляете планы да можете сказать перед новым годом да что у меня есть план развития то есть ты идешь ты серьезно идешь или как бы ты уже определился но на уровне менеджера уже можно определиться да давай напишем твой план сообразует проработаем где у тебя сильные стороны где что надо заработать предоставим информацию записали мы в активности есть в системе ПРО три элемента это 5 на 5 на 90 то есть 5 партнеров по системе ПРО ищут в первые 90 дней в первые 2 месяца 5 где-то закладывается по системе ПРО затем 5 в глубину под ними высматриваешь чтобы эти ветки были хорошие то есть ты сопровождаешь эти группы обучаешь ему финалу 5 на 5 на 90 до 91 партнеров по одними пятерочку чтобы у него была пятерка у него была пятерка и проследить на три поколения чтобы не везели с одной-другой проект или с двумя больше обидеть больше задач и мозг начнет работать дать вам задачу напишите 10 идей для развития бизнеса вы напишите в 5 минут дать вам задачу напишите 100 идей пятьдесят первые 20 минут напишите а потом мозг начнет работать понимаете о чем я говорю? мозг начнет работать вариабельность появится идеи появятся креатив появится понимаете? у него мозг начнет работать если он по одной группе сидит где? в какой стране активность менеджера ответственность менеджера на 12 процентов то есть мы сейчас в Москву едем на интервью потом у нас вечер с руководителем ПРО после этого нам очень удобно с ними хотя бы в этом ритме общаться и я намерена с ними им дала подачу с планами кого из московских видео все девять час сидят пишут, пишут, пишут я сказала с планами прийти планы мы дадим групповой компании, которая будет присутствовать там у нас будет они то есть они должны подумать ну вот так просто это давай давай или мы на самом деле вот на счет выхода на счет выхода на счет выхода на счет выхода я пишу вещи, которые вообще там классные на счет выхода первая неделя в плане у нас должно быть 50 процентов два вот плана сейчас объясню я увидела группу, которая сейчас сейчас, в этой неделе знаете что они стали делать? они стали прокачивать заказ на первую неделю акциями этими розыгрышами денежных призов и сейчас реально кто делает фокус на 150 первой неделе мотивируют эту команду у них реально проходит 50 процентов первую неделю это круто это 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 очень классно планировать не когда последние последние три дня когда блин ну вы уже там актовики закупитесь на 3,46 баллов или нет ну что там 26 баллов вечером уже уснули бедные не дождались актовиков утром проснулись исполнителями потому что есть дети ну и на первой неделе должно быть сделайте в плане так чтобы коммуникация была четкая мотивация была физическая мотивация подарок реально закрепили когда я говорю по новой группе сделали сильные у нас летом уходила не уходила делал этот фокус сейчас открыла у нее группа 10 тысяч она летом не уходила фокус фокусировала 150 на первой неделе сначала 5 потом 15 сейчас за первые 2 дня у меня уже тысячи три балла едят ну не в первый день она говорит раз тысячи набивают по 150 человек это правда это здорово потому что продажа простая сделала 150 первый заказ дико фонд не это как фишка о том что когда начинается анализировать работу группы сейчас решаем научила смотреть на цифру лидерском отчете мне не нужно разговаривать с человеком чтобы понять что у него хорошо получается где у него слабое это видно так он видит у вас дорогой тут проблемы я сейчас одни проблемы это не проблемы это 1 3 минуты за счет выхода на вторую неделю 35 процентов на 3 недели на первой неделе и также на первой неделе если закланировали количество новичков или стартеров то уже его тоже надо делать первую половину каталога не так чтобы не надо сделать 60 не войдет в план не и на в не в в в в в в в И потом уже пошли дальше над ситуацией. Они у вас дойдут, и все эти новички, они включатся в вашу офицерсию. Минут 10 нормально, да? Потом ты и мы еще. Сейчас вам шикарное тоже, я прямо на это письмо, я какие-то вещи, какие-то конденсальные просто записывала. И вот сейчас смотрю, в какую-то наглядь, почему нам было тяжело. Я просто в какую-то группу посмотрела. 10 триллионов алгарс-комага было записано. Сколько физически надо было делать. Без онлайн, без планеров, ну, мы реально просто там болтались. То есть вам сейчас есть нажать зубочку и собрать, как-то там, норму, нет проблем. Да? Бесплатно. Поэтому сейчас делать надо больше. Вы можете сейчас делать больше. Мы это делали, понимаете, не есть чем сравнить правду. Мы делали это физически, мы делали это по-другому, мы делали это тяжело. Это можно делать чем-то. Это можно делать эффективнее, ваше время эффективнее использовать. Время в вашей жизни вы должны понимать, что не каждому готов вас дать. Если человек не готов к разговору о том, какой у него план развития, то простите, а зачем тогда с ним сидите на поле? Сидите лучше, не крутите, но вы пищите. Понимаете, то есть мы тянем тех, кто не хочет, сами выматываются, он не хочет, он не будет. Он не сейчас, он хорош, он нормальный, он способен. Но он сейчас не готов. И рекрутируйте того человека, который будет ваше предыдущее делать, будет ваше рекомендации делать, будет ваше сама молодежь делать. Не потому, что там у него там в тени, а потому что он просто хочет это делать. Он сделал даже молодого. Вот только, да, вот только она. А? Ну слава. А вот я помню, как он там это? Вот все помню. Так, сейчас я вам гениальная вещь читаю. Это я прям вам вышлю под... Я вам поздравлюсь. Еще такая пометочка. С теми обучения. У нас очередок. Если между вами нет директора и человеком, который задает вам вопрос в глубине, это ваш учет. Вы должны быть уверены, что он попадет на обучение к менеджеру и к вам. Только вы можете это сделать для меня. Вот сейчас мы собрали этот вопрос. Но не может менеджер иногда по-моему не прочувствовать и понять. Вы можете это сделать. То есть вы должны все равно, несмотря на то, что функционал выполнять менеджера, но свое директорский функционал, участвовать в этой группе, обязательно должны прочувствовать и смотреть. Каждую неделю новички к вам должны попадаться. Поэтому 5 на 5 на 90 в этой пятерке, это не чисто 5, это и полежание, это 10 уроков. Это классика, это бизнес на этом строится. Не в 10 уроков не написано 1 и чуть-чуть, 2 и... И это, и крупные. То есть, понимаете, надо вот 5. Это классика, это твое управление. Презентация у вас есть у каждого. 5. Дальше вы общаетесь, вы мотивируете, вы смотрите, человек начинает реагировать, человек начинает действовать. Как вы его стереть? Вы даете одно задание, второе задание, третье задание, книжку почитать, он прочитал, вы меня отвезли по своей книжке, он сделал, человека пригласил, он переплатил. Вот, вот вам ответ, кто, где люди, с кем надо работать. Причем, в какой-то момент с уровнем менеджера, да, вы можете найти разговор, вот этот индивидуальный, вот эту встречу. В каждой ретке, то есть, вы должны увидеть 5 человек и составить индивидуальный разговор о том, что вы обещаете отправить на него в свое время. Вот. Но вы ожидаете, от него достает 6 дня, играет и учится, проводит презентацию, звонок, разговор о том, что он должен, что-то делать, вы, что-то автоматически. Вот это спонсор второй, научить, а не регистрацию, если он, либо так, а нет, да, хочет, переделает, да, вот мы смотрим, если нет, либо делает не так, вы должны посмотреть, у него все есть для того, чтобы он нормально, правильно делает, чтобы эту статистику получить, которую вы снимаете, да, вот. Либо он просто не делает, или не должен объемить. Вы должны, опять же, к плану оперировать, то, что если он не делает, в должном объеме, то план он не выполняется. План выполняется, план должен быть адекватный, его действовать. Если он прикрутили два репута, то, что он писать, два на полгода, ты будешь менять свои действия, чтобы у тебя, если так вот, вы говорите, это сложная тема, но не отрезвляющая тема, да, потому что наша команда, то движение, да, вот это, это с 2006 года вот началось вот в этой системе, она началась с команды профессионалов. Что это значит? Мы отошли от понимания, сетили как, «Вау, мы лучшие! Давай! Жми! Ещё! Давай, давай, давай!» «Давай, ещё другого! Давай, давай, давай!» Нет. Все поговорили, что, какие ситуации, как он планирует, как он видит развитие, где он будет брать, он методы выбирает. Нам вообще все равно такими методами он будет. Нам нужно наступить, но это как позже. То есть процесс, мы должны понять, как ему показать, как ему обеспечить поток, и что с этим потоком делать в отношении технических людей, да. То есть у вас опыт есть уже в трехторах. Поэтому давайте будем воспитывать лидеров не так, что мотивируя, знаете, как в большом мире, мотивируя делокат, получается, кто? Если мы будем готовить профессионала прям сразу, когда он пришёл, вот у меня с огромным человеком нет. Ну, если что, вы регистрируете, я бы говорю, бизнес увидела, продюсовала, посмотрела, всё, учи презентацию, учи, спи, читай, записывай, учи и начинай рассказывать презентацию. Ну, что вокруг, доколы, находите? Мы всё равно это как-то делать. Даже эти его 150 раз уже не умею, не могу, это значит, не хочу. Ну, ведь мы же написали, смотри, мы выучили, пошли рассказывать, посмотрим, уехал. Ну, мы же написали, выучили, просили, пошли рассказывать. Ну, почему другие пошли, вытекались, альбом начали, я вчера письмо нашла, доставал папку, перебрал, вы сидите с кабинетом, вытряхнула все вещи. Письмо нашла. Родители, друг, кто-то когда писали. Ребята, ну, не хотянут мы пока. Барнаул, ребят, вы там, давайте крутитесь. Там, Антон, ты что-то плохо говорила, я работал. Я дверь в печье провела, папка говорит, хорошо. Ну, реально, то есть, когда в письме, да, ребят, мы ждали ребенка там, ребят, ну, кроватку, ну, что делать, ну, будете в обшаге как-нибудь, ну, кроватку поставим, ну, обоих переклеим, ну, купим вместо кровати диван. Ребят, ну, как вы не держитесь. Мы держались за рекой. У нас ребенок не в обшаге любит, благодаря ей. А эти письма есть. Что, ребят, лучше не будет мамы с тобой говорили. Ну, как тебе перебил. Понимаете? Поэтому делать надо. Итак. Вот я вам сейчас зачитаю последнее сообщение. Англия Шаревой. Это длинное и сложное письмо. Меня прошу прочитать его очень внимательно. Отправление написано 5 января 2007 года. Послушайте, актуальное для вас поведение. Я вот увидела, что сейчас это вещи, которые, ну, реально, мы тогда, может быть, не понимали, но делали все равно правильно. Но деньги будут, ребят. Благодаря этому. Я впервые обращаюсь не ко всем своим ВП, а только к директорам Турган Золотого. То есть к тем, у кого уже есть группы. А мы, в общем, не включаем рассылку по причине того, что, честное слово, ей-богу, есть и легче работать. В общем, с вами. И проще договориться, потому что они делают то, что я говорю, не грубо и для начала мои слова назов, прежде чем поговорить в жизни. Понимаете такое? Ими проще, с овечками сразу говорят. Он другого не знает пути, кроме того, который вы ему покажете. А директор, он же умный. Он же знает, что он сейчас одну сделает. И 3000 баллов. Разговор нам взял серьезный. Так как соглашение у нас с вами подписано с сентября-октября, а вот уж новый ВОЗ отбил, отзвенел, а вот уже не там. Ничем я нарушил. Наш ВОЗ – это 5 ВП. У каждого из вас для плотного сопровождения. С золотым говорят, у кого из золотых есть 5 ВП. Поднимите руки, у кого из золотых есть 5 ВП. И включая, то есть два, допустим, директора, 5 ВП. Вот, кудри, дыма. Деньгами будешь. Итак, наш ВОЗ – это 5 ВП. У каждого из вас для плотного сопровождения. 5 ВП, из которых в будущем вырастут новые директоранты. Правда, хочу сказать, что у некоторых лидеров из списка поделки этого письма 5 ВП есть. Но я намеренно включаю... Это вы. Но я намеренно включаю вас в общий разговор, чтобы была мотивация требовать 5 ВП у своих партнеров. Вы только у них, да, и кудри. Я бы хотела в очередной раз всех похвалить и сказать, что наши результаты выше средних и вроде бы ничего не предвещает более. Я тоже, вот сейчас, да, по рейсу, вот наши результаты неплохие и, в принципе, очень даже нормально. Но моя задача не радоваться того, что есть, а смотреть вперед в будущее, что там нас дальше ждет. Поэтому для начала я хочу напомнить, что основа нашего бизнеса – это дефицирование. Ваши лидеры, ваши менеджеры – это отражение вас самих. Вас самих. У них что-то не так, посмотрите на себя со стороны. Их медленный успех – это мелкие и крупные неудачи, отражение вас в прошлом или настоящем. Какое ждет их будущее, зависит от вас. Можно бесконечно слушать вживую, в записи, то в лидерах, руководствах, астмам. Кто что делает, а кто-то что-то только говорит. Которые что-то делают, а что-то только говорят. Вы сами понимаете, что происходит. Я очень много раз вопрошала, неужели в ваших сторонах, в городах нет пяти амбициозных людей? Например, как вы, или даже лучше вас. Есть, говорите вы, мне вопрос, где они? Ваши пять пеноспортных. Простите, прошло три месяца соглашения. Но конвейера подрастающей группы у многих из вас как ни было, так нет. Да, есть один, две новые, а новые ли группы. Но согласитесь, они были подрощены намного раньше. А запаса по группам у нас практически больше нет. А запаса по группам у нас практически больше нет. Еще раз заговорюсь, что те, про кого я это говорю, знают. А остальные письмо, как планы, работают в ВП. Потому что не все помощь в ВП, есть три-пять в ВП. А по-хорошему, после закрытия 22% у одной-двух групп должно быть еще три-четыре менеджера. Плюс вместо ушедших на мотивационное сопровождение менеджеров вы берете следующих трех-девяти процентников. Что я говорила, да? То есть пятерочка, она всегда есть у вас. Постарше и помладше. Это не происходит один раз, два. Вызасел пять, взял пять новых. Это идет непрерывный процесс. То есть вывели одних, новых взяли. Вывели одних, новых взяли. То есть конвейер, сколько это на самом сайте не стало, раз, нового подтянули уже. А что делаем мы? Берем парочку визионных людей. Выращиваем их очень старательно. Кто-то оказался не очень эмоционированным. Ну да, ладно. Значит, вы есть одна группа. В лучшем случае. А потом еще парочек, если все понимают. Пожалуйста, давайте вести себя как взрослые. Давайте не только пользоваться своими правами по нашему соглашению, но и выполнять свои обязанности. И не только потому, что вы мне обещали, взяли на себя ответственность. Не только потому, что я вам доверяю. Вы же все знаете, что я не подписываю соглашения со всеми вителями. Даже со всеми желающими не подписываю. Кто может сказать о том, что для вас есть конвейер? Я могу сказать, ты знаешь, я не со всеми желающими даже могу договориться о своем сопровождении. Кто это может сказать, понимаете? Давайте выполнять обязанности, потому что, спуская процесс на тормозах, вы теряете дорогоценнейшее время, которое заверстать будет невозможно никогда. Вы теряете бесценнейший ресурс, который ни купить, ни выиграть, ни украсть нельзя. Сколько нам отпущено этого полезного, благоприятного времени, не знает никто. Я знаю только то, что сейчас историческое супер-время. Супер-пупер-время сейчас даже. Это супер-пупер, что на 2007-м сейчас вообще офигительное время, о котором мы позже будем не раз вспоминать. Кто-то с горечью, кто-то с любым, кто-то с любым. Как вы будете вспоминать это время? Мне не хотелось повозвращаться к этому вопрос еще раз. Я очень рассчитываю, что вы понимаете мои слова никого для обид. Это необходимость, которой я обязана дойти до вас, потому что это важно не только для вас, но и для ваших людей. Это письмо было написано сегодня ночью на листочке преды, что в цитраде моей Насте. Почти каждую ночь я плохо сплю или совсем не сплю, потому что много думаю, много анализирую. Я расстраиваюсь, что очень много моих слов остается только с отресением воздуха. Мне не очень понятно, почему лидеры не делают того, что их настойчиво рекомендуют. Не я, не компания. Нужно просто взять и разозлиться на себя и делать. Это сложное дело найти пять людей, которые нужны деньги. Еще раз напоминаю, стратегии 5 на 5 на 90. Группа менеджера. 12% имеет 35-50 активных консультантов. Из них 10% хотят реализовать мечты. 10% продавцы, 80% потребителя. Дальше. У ключевого менеджера. Есть номера, которые у менеджеров уже тоже начинают дублицировать этот конвейер свой. Отделившиеся менеджеры, вы их подрастили, запускаете его на функционал. Но вы берете этого, сопровождаете, но его руками строится бизнес, не вашими. Вы выполняете свою работу, а затем обучаете своих людей дублицировать этот концепт. Это отличная система, которая строится уровень за уровень. Ваше главное обязательство – достичь успеха самому. Второе ваше обязательство – помочь добиться успеха вашим людям. Никогда не делайте за своего нового консультанта ту работу, которую могут делать сами. Вы подписываете своего консультанта, это сейчас глава IT-гейджера, построение в ширину. Или подключаете его к конвейеру в системе. Или ваши спонсоры проводят презентацию в глубину. Далее вы дублицируете весь процесс. То есть вы в ширину ставите, запускаете его в систему. На глубину просчитываете, на три повторения. Пять человек у него желательно, он должен быстро найти. Но тем образом эти группы, они будут давать вам возможность дальше. Если вы правильно запустили, правильно научили, то будет происходить очень важный процесс. Эти группы будут разделяться, и они будут развиваться тогда, когда вы будете называть новые. Вам не нужно будет возвращаться и переделывать. Вы знаете, как то бывает. Вырастил две. Сам, 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 сам. Ну все, иди. А я не могу без тебя. А я взял еще новую, третью, четвертую. Эти завалились. Ты сделал новые две группы. Куда мы пришли? Куда шли? Зачем пришли? Понимаете, то чему мы научим? Наташа Гришай была такая шутка. Помните рекламу в полдорогс? Наташа Гришай, я вас понимаю. Вы не понимаете про меня, я вас понимаю. Как так было? Ваш рецепт 5 БП. Да нет, вы не понимаете меня. Я вас понимаю. 5 БП. Да нет, вы меня не понимаете. Я вас понимаю. Я должен быть обея. И сейчас Антон покажет гениальную вещь, которую мы привезли от Владимира Полежарова. Я слышала это впервые. Вы сейчас поймете, почему мы только вы так говорите. Вот это я не буду стараться. На самом деле, спасибо большое. Супер гениальная презентация. Я думаю, наверное, самое главное не то, чтобы она вам понравилась, эта встреча. Наверное, самое главное, чтобы вы какую-то пользу с этого вынесли. И самое главное, чтобы вы смогли что-то поменять прямо сегодня. Добавить какие-то действия, какие-то возможные упали. Вы знаете, если у вас большой план в айфлее, вам нужно научиться распределять свое время. Распределять свое время эффективно. А куда мы здесь тратим в айфлее на время? Ну, с уровня, давайте, допустим, с уровня людей, которые вошли сегодня здесь в зал. Куда больше всего времени уходит? Селки. Сегодня на селки. Ребята, куда уходит у нас на свое время? На что? На селки. На селки. Кого? На малышей. На малышей. И еще на кого? На ключиков. На ключиков. На бездельников. На бездельников. На себя любимого. То есть, смотрите, в конечном итоге время уходит на людей. То есть, мы не делаем детали, мы не делаем какие-то услуги, да, у нас в любом случае время уходит на людей. И, соответственно, знать, на каких людей его можно тратить, а на каких нет, наверное, это очень важно. Наверное, это очень важно. Смотрите, у меня есть такая теория. Я вот вчера на двух планерочках поприсутствовал, лично на вебинарах, да, рассказывал уже, кто-то, может быть, слышал. У меня есть такая теория. У меня по истории плохие отметки были в школе, поэтому пришлось консенсировать фантазии и пузы. Поэтому я хотел бы вам такую делу рассказать. Ребята, смотрите, вспоминайте древнюю Грецию какие-то. Такие вот старое время, да, античность. Сколько нам зародилось всего интересного. Вот мы много путешествуем, выходим по музеям. Ну, сейчас уже меньше ходим, потому что уже находились. Юля с Антономом очень... Последний музей, да, тогда вас? Вот, нам тоже с Ирой, когда уже сходишь, ходишь, ходишь, потом в какой-то музей зашел и думаешь, ну все, хватит. Вот интересно, нынешние картины когда поставлять будут и есть ли эти профессионалы? Как-то почему-то, я не знаю, я сомневаюсь, что через 500 лет кого-то из нынешних будут поставлять вот так вот и ходить смотреть. Будет до того же ходить Микеланджело, да? Почему такой взрыв произошел? Там же и медицина заложилась, там же и астрономия, и арифметика, и основы философии, и право. Почему такой взрыв произошел? То есть вот ничего не было, вдруг появилось там за один век то, что мы сейчас пользуемся до сих пор. Знаете, как вот эти вот все люди, они говорили, да нет, мы обычные совершенно, я вот обычный, у меня 8-9 работ примерно, то есть я обычный, ну как бы, да, то есть жилья, в принципе, не сильно богатая, ну, до 10 работ только. Смотрите, какая интересная вещь, вот человек, вот этот вот, просыпается, ему не нужно идти засаживать картофель, и потом его выкапывать, не нужно идти выдраивать полы, не нужно нестись, как собратка, на рабочее место на своем какое-то. И вот он вот так вот ходит, ходит, и думает, что, слушай, а может, философии? Вот, соответственно, если бы им нужно было выкапывать картофель, я думаю, это бы не получилось. У вас должна быть голова свободная для того, чтобы мыслить глобально, для того, чтобы мыслить очень широко. Ну, здесь, ребята, такого уровня, что я сомневаюсь, что вы на работу насадитесь, да? Поэтому, наверное, на этом мой маленький акцент делает. Еще кто-то насадится? Я здесь салаток сюда. Ладно, ладно, оставайтесь. Милия на фе начинается? Ладно. Ну, собственно, я про другое. Здесь, конечно, у вас уровень другой людей. И вот это вот объяснять вам в тот момент, что если вы будете с утра до вечера работать, то некогда будет зарабатывать, это уже не надо. Ребят, но бывают люди, которые забивают вам помороки посильнее любой работы. И вы их пригласили, но не отпускаете. Вы видите, что капец, он просто здесь без перспективняк. Но вы его не отпускаете. Как думаете, почему? Почему? Да, ну, других нет, понятно. Один есть. А почему мы не отпускаем? А теперь давайте самый прикол, ребят. Жалко это на поверхности. А вопрос более глубокий и сложный. Кого жалко? Себя жалко. Вы поймите, что в этот момент вы не его жалеете, вы себя жалеете. А почему вы себя жалеете? Потому что я такой шел, я такой ему рассказывал, я такой сильно старался, зарегистрировал его. Мы с ним уже неделю, я ему что-то вталкиваю. И просто это уже жалко. Он вроде как уже свой. Как чемодан без ручки, да? Нести неудобно, а выбросить жалко. Зачем вам эти чемоданы без ручки? Вы себя жалеете, что я же уже вроде с ним не делю, его сопровождают. И тут вы поняли, что из него ничего не выйдет. Ну ладно, что, неделя за зря была потрачена, что ли? Надо продолжать сопровождать. Вы знаете, а дальше начинают гайки закручиваться. Почему? Потому что увеличивается срок, который вы с ним нянетесь. И когда прошел год, он просит его уже, а ты что с ним год? Вот он в три, представляете? В три, да, ну на три года я еще не вышел на 22. Ну, знаете, другого. Да ты что, я с ним уже три года? То есть, понимаете, чем больше времени прошло, тем меньше шансов, что вы когда-то расстанетесь. Но фишка в том, что у вас никогда не будет свободной головы, чтобы придумать философию. Или чтобы написать Мадонну какую-нибудь. Или Джаконну какую-нибудь. Не будет. Потому что вот эти неброшенные, они забили во все помороки. Они с утра звонят, да не пишут. Вы про них думаете. Как вот в письме сейчас Ира зачитывала. Вы ночью спать не можете, потому что про них думаете. Поэтому основная задача, чтобы вот это вот все, вот это вот все работало. Основная задача окружить себя правильными людьми. Основная задача окружить себя правильными людьми, которых подвинывать не надо. Которых сейчас вокруг нас масса. А как это сделать? Ответ очень простой. И вы все его знаете. Ответ простой. Он называется массовый рекрутинг. Но давайте его немножко усложним. Массовый рекрутинг, начинающийся с? С? С себя. С себя. Вот сейчас уже не очень фразу наслечит. Согласитесь, как простована какая-то холодная. Жестокая. Жестокая, как подземелье КГБ. 38. Т.е. массовый рекрутинг. О, это хорошая фраза. Так вы достаете телефон и в чат. Народ массовый рекрутинг. С? 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 Потому что нужно всего лишь ее передать своим людям. И сказать, вы что? Вы что сидите-то? Нужно массово рекрутировать. И мы превращаемся в разряд спонсора, который называется «Давай-давай». Это основной лозунг таких спонсоров. «Давай-давай». «Давай, давай. Ну, давай-давай». «Давай, давай». Да даю уже «даю». «Давай, давай», «давай». Мы сделаем это? Да. Вы же первые? «Давай-давай». Что? Да. Да. Я верю в тебя. С? С? Yeah. Массовый рекрутинг – это хорошая фраза, а массовый рекрутинг, начинающийся с меня, уже фраза сложная. Понимаете, поэтому, друзья, так легко, как мы закрывали исполнительного, мы не закрывали ни одну квалификацию. Почему? Потому что вокруг нас сейчас, нам очень приятно сейчас в нашей команде быть, особенно вот с этой вот грядочкой, морковок, вот тут есть эти киски, слепы, капуста, капуста много на этой грядке, вот на этой грядке капуста вообще нормально. И не поглядясь к другому пути, да. Как можно общаться сейчас с нашей командой, с людьми, которые нас окружают, и особенно вот с этим президиумом. Почему? Потому что мы этому принципу следуем. Понимаете? Мы учим вас тому, что делаем сами. Имеем право. Иначе выглядит глупо, да? Представляете, отец пьяный сидит и говорит, сынок, не бухай. Никогда. То есть вы, чё так, когда он не звучит? Никак. Сынок скажет, ага, батя, понял. И за второй пойдет. Понимаете, когда мы говорим о массовом рекрутинге, мы сами это делаем по количеству наших партнеров. Начинается это с себя. То, о чем говорила Ирина. Нет группы у тебя в плане? Ну, пошли, пригласим. То есть у нас есть нету в плане группы, мы с вами говорим, ну что, кого будем звать? Все, погнали. Не доработала группа, дорабатываешь сам. Начинаем с себя. И так, кто, как закрывался исполнительный директор, я желаю вам всем так закрываться. Я всем вам желаю так закрываться, когда мы просто видим, что команда растет и делает свои квалификации. Делает свои квалификации, а не на своей волне роста. То есть не так, что, ну давай, там спонсорам надо. Последний день 750000. Просто громко. Знаете, я сама так вышла случайно. 750000. Вот. Понимаете? Поэтому окружите себя правильными людьми. И из правильных людей могут вырасти вот такие вот цифры, да, о которых мы в самом начале говорили. Саша, вот цифры можно добавлять? Да, можно. У меня сейчас родительный директоров, готовым, где-то вот это тоже, как и житель с нового года. Это вот функция очень много, вот 10 лет. Здесь 12 фамилий, 7 директоров, 7 директоров, 10 директоров. И еще 13 старших молодых. И все. Сегодня я перебирала такую грязь в моджерах. То есть сегодня 256 в бонусах. И 2422. Понимаете, что может быть у вас при этом уровне машины? Поэтому, соответственно, ребят, смотрите, чтобы вот эти вот цифры показать, конечно же, нужны только правильные люди. Если вы себя оказываете перед людьми, вот такие цифры прироста возможны. Но возможно еще больше. Вы знаете, мы вот всегда, Ирина, что рассказывала, что мы привезли из Москвы фишку, да? У нас нет слайда, поэтому вам придется включить свое воображение. Что? И калькулятор, который мы решили зашить. Ну, я не думаю, что сейчас стоит это все просчитывать. Давай я принцип расскажу, но не успею просчитать. А вы дома уже это сделаете. А калькулятор у нас и нет. Поэтому, друзья, смотрите. Давайте так. Вы же знаете, что все начинается у вас в голове. Вот любая квалификация, которую вы сделаете в будущем, она начинается у вас в голове. Поэтому, чтобы эта квалификация случилась, вот сейчас эту мысль надо как-то у себя в сером веществе зародить. И уровень дохода тоже в голове у нас наш. И вот мы после школы актива в Москве, в номере у нас, да? Кто был здесь присутствующим? Надюшка, наверное, только. Надя была. Родионовы были они сейчас на курорте. Мы сидим, значит, к нам зашел спонсор в гости, номер один, Арифлейн Владимир Полежаев. И начал такой степенный разговор. Ну, конечно, все интересно, все очень классно. Мы сидим, слушаем, вопросы задаем. И потом он говорит, вы знаете, а я вам сейчас по-другому посчитаю. Вы привыкли считать 5, 25, 125, 625, просто люди. Мы такие, ну да, как же, система по-другому работает. Вроде бы просто люди, ну как, а как еще считать-то? Когда мы говорим про квадрат денежного потока на презентации, мы говорим, вот сколько ты исходил, поработал, столько тебе денег заплатили человеку, да как еще? Вот это проблема, самое главное. Люди не знают, что можно сделать и получать. Люди всегда считают, что нужно делать, 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 и все время за это получать. Самая-то проблема в том, что люди говорят, а как по-другому? Даже мысли нет, что есть другой вариант заработка. Создал что-то и получаешь деньги. Так вот и у нас тоже мыслей не было. Владимир говорит, 5, 25, 125, 625. Получилось 780 человек, да? Да, и у нас перетирок. Ну, реально. Ты вообще мне помогла с самой нужной. Не удержалась. Да, не удержалась информация. Ну, хорошо, я сокращу прелюдию. Да, на самом деле, мы считали на обычных людей, а Володя говорит, а посчитайте на директоров. И тут немного парадигма сдвинулась, если честно. У меня чуть-чуть шестеренки заклинило. То есть я пока что на таком уровне мыслить не могу. Ну, в тот момент. Сейчас мы, когда уже домой прилетели, осознали, все это посмотрели, и как-то приходит понимание, что, слушайте, это очень прикольно посчитать. Понимаете? И мы берем 5, первый уровень, и просто берем калькулятор, и начинаем считать первый бонус. То есть директоров же бонусы получаются. Вы берете 5% бонусы, и директоров. Дима. 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 Дима начал считать. Уберите телефон. Потом вы берете 25 человек, с которых получается золотой бонус. Потом вы берете 125 человек с амфировыми. Потом вы берете 625 бриллиантовый. Потом вы берете дважды бриллиантовый бонус. Потом вы берете исполнительный. И когда мы там в номере 6 сидели, я не помню сумму, но вот Дима может сейчас, может, разодать. А, смотрите, что это первое минимум. А, нет, больше, он на 6 считал. Что это было? 6 на 6. Он не считал, но приятного. Он считал, да, 6 на 6 на 6, пологично. А, и, ну, все, 5 и 6. Вот, ну, собственно, друзья, когда получилась цифра и... Если считать 6, даже из полу уровня 7, 5, то получается 12 миллионов в каталогах. 12 миллионов в каталогах. Можно добавить? 17 сагов вы можете 17 хороших квартир в Москве. Антон, скажи, как Полежаев сказал про свой бонус, что у него бонус исполнительный в два раза больше, чем директорский и золотой вместе взятый. То есть он за глубину получает больше, чем за директорский. Да, да, круто очень. А исполнительный ноль целых, да? Соответственно, ребята, посмотрите, для чего я это рассказываю? Вот я уже на 3 минуты больше говорю, чем планировал, потому что у меня половину надо было закончить. Потому что у нас еще президиум сидит, надо же слово предоставить. А, да нет уж. Вот, ребята, и понимаете, что в этот момент я понимаю? Нам нужны люди, которые смогут повести за собой или не дорогу. То есть смотрите, как сильно мы сегментируем людей, которые нам, конечно, в итоге нужны. То есть смотрите, нам нужны люди, которые смогут пойти, во-первых, сами. Во-вторых, эти люди должны пойти, но смочь еще народа повести за собой. Это еще меньше, но мы еще ужимаем выбор. Нам нужны люди, которые смогут пойти за собой повести, не простых людей, а директоров. Привести за собой, воспитать директоров. Понимаете? Из этого вывода следует очень простой. Пишет мне недавно девушка. Антон, что ответить? Я написала человеку по работе, а он мне ответил. Не очень. Ну, пришли, что он ответил. И она присылает. Это все лохотрон, секта, сволочек, аиди ванну. Ну, это я так, образно. Ну, примерно так, ребят. И человек спрашивает. Вот. Я вам рассказываю не для того, чтобы что-то так вовсе написали. Импицилов хватает. А в интернете импицилов еще больше. Потому что он, если на улице хорошо похулиганит, он по статистике, ну, за день врок два-три раза получит. А в интернете он не получит ни разу. Поэтому они с улицы перешли туда. Они там безбоязненно свою дурь выклескивают на людей. Соответственно, я вам рассказываю не для того, чтобы вы поняли, что какой-то дурачок в интернете написал, что продвижение это лохотрон. Нет. Я вам рассказываю для того, чтобы вы поняли, что девушка спрашивает, а что ему ответить. Да что ответить-то? Иди. Президент. У меня, говорит, муж кузнец, да? Когда денег спрашивают, иди на куй. Поэтому всех нужно кузнецу отправлять. Ничего не нужно отвечать. Ничего этим людям отвечать не нужно. Соответственно, ребята, именно в этот момент у вас освободится время, чтобы создать что-то большое и гениальное в вашей организации. Именно в этот момент, когда вы перестанете обращать внимание вот на таких людей, когда вы среди своих вычтените настоящих бизнес-пактёров, на которых можно тратить время, именно тогда реализуется вот эта схема 6 на 6. Именно тогда вот эта цифра 12 миллионов станет для вас не просто мечтой, а на самом деле планом, которым вы будете к вам посверяться. Знаете, как по карте? Вот когда корабль выходит в плавание, он же не говорит, «О, Африка, да буря, да буря, да буря». Он говорит, «Так, осталось 7 тысяч, и Макелланов пролит. Так, осталось только. И вы тоже будете делать так. Так, моя зарплата полтора миллиона. До цели еще 10 с половиной. Все по плану». Понимаете, вот этот момент мы хотим сделать в нашей команде реально. Ну и, ну и, мы хотим с огромным удовольствием предоставить слово каждому человеку, который сидит здесь по сколько минут. Ну да, можно так, можно три года, как нам угодно. Сколько человек нам? Спасибо.